Итак, начнем с Лувра. Наконец-то я сюда попал. Ну, здесь как в музее, скучно, но всем советую приобщаться к искусству. За моей спиной, вон, видите, Монализа, очень много людей. Здесь самый большой музей, самый старинный музей. Короче, галочка стоит. Мужчина должен иметь крутые идеи, зарабатывать с кэш, а не сидеть на шее. Быть любимой, а не собирать трофеи. Меньше тусоваться, больше посещать музеи. Здесь у нас сувениры, чашки по 11 евро, линейки, ручки, блокноты. Билет, кстати, стоит 15 евро. Тут, кстати, вот есть экспонаты. Смотрите, 117 года до рождения Крестова, я так понял. Ну, или даже после, неважно, просто 2000 лет вот этой вот штуки. Я, честно говоря, не сильно в это верю. А вот в Лувр она попала в 1794. Итак, мы закругляемся уже. Здесь, блин, ребята, реально как на вокзале или в аэропорту. Людей реально очень много. И теперь погнали шопиться в Луи Витон. Как тебе понравилось? Очень понравилось. Я шапку одел. Здесь, знаете, вот единственное то, где мы ходим, чтобы кто-то сегодня зарядил. А, я уже говорил в старых видео, что здесь, блин, они не асфальтируют, что здесь везде пыль. Вот конная полиция. Похолодало, я шапочку одел, потому что нужно беречь свое здоровье. Итак, мы уже в Луи Витоне. Ожидаем очередь. Здесь нам шампанское принесли. Шикарно. Вот такой подход мне нравится. Здесь все по списку. Мы ожидаем свою очередь. И вот пока ожидаем, расслабляемся. Итак, смотрите, вот такая вот первая модель. Как вам? Какой они ценят? Отлично. 950 евро. Все. Вот эти беру. Также я себе хочу еще одну пару взять. Видите, у меня эти уже сносились. Очень нравится мне вот эта вот модель. Made in Italy? Они с Италии? Конечно. У нас вся обувь сделана в Италии. Это в Франции, но у нас производственные мощности, да, очки, например, из Егонии делаем, часы в Швейцарии, обувь в Италии. У нас в Ахтарии не делаем. Сколько эти стоит? 50 евро. 570 евро. Нет, так же. Эти 570 евро. Производство Италия. А бренд Париж. Так, ребята, смотрите, прикупил очочек и вот такой вот курточка. Курточка реально крутая, но стоит она, блин, 3000 евро. Я не удержался, я ее взял. Вот вам мотивация, ребята. Не завидуйте, мотивируйтесь. Я об этом мечтал, я это купил. И вам желаю того же. Вот такие вот еще смотрю. Но нету моего размера. Вот эти крутые. Какие вот эти коричневые? Цена? 790. 890. Нормально. Да, эти крутые. Мой размер семерка. Вот такие вот, ребята, я еще хотел. Но нету моего размера. Согласитесь, обувь у Луи Ветон шикарная, да? Такие вот еще шикарные. Они с аллигатора. Угадайте, сколько стоят. Нету моего размера, но я и так бы их не купил. 9000 евро. А знаете почему? Потому что аллигатор съедает одного поросенка в день. И его дорого содержать. Только из-за этого. Но качество крутое здесь. Ребята, еще вот хотели купить такое вот кресло. Но знаете, сколько оно стоит? Вы просто, наверное, представить себе не можете. 60 тысяч евро. Вот это вот кресло. Итак, ребята, вещички купил. Немного выбился из бюджета. Потратил просто 5000 евро. 6500 евро. Но здесь прикольная фишка в том, что возвращают налог. С этих денег мне вернут 700 евро налога. А сейчас самая интересная часть. Погнали покупать роликсы. Так, зашел я в роликс. Не разрешают мне, конечно же, здесь снимать. Сейчас буду вам показывать часы. Погнали, короче. Итак, ребята, смотрите. Вот такие вот присматриваю. Стоят они, конечно же, 11000 евро. Я хотел вот такие, вот полностью золотые. Как у Портнягина. Но они стоят 31000 евро. Итак, ребята, роликсы мне не понравились. Вот не понравились и все. Реально, знаете, когда вот чувствуешь что-то, нужно брать. А вот я не чувствовал. И решил не брать. Красивое, да, золото со сталью. Но я хочу полностью золотые. А золотые 31000 евро, блин. Чуть позже, чуть позже. Я еще не настолько отбитый, чтобы брать такие часы. Но это моя мечта. Короче, ребята, расстроился я, Малеха. Еще заходил в Хабблот. По ТЭК, Филипп. Скидка, конечно, есть. Возврат по налогам 6000 евро. С этих часов очень круто. Если бы я покупал в Киеве, конечно же, никакого возврата не было бы. Короче, какой вывод? Нужно влюбиться в эту вещь. Вот если вы видите что-то и говорите, все, беру, это мое. Вот тогда нужно покупать. Итак, зашли в офис, где возвращают налоги. С 6500 евро нам вернули 700 евро налога. Очень классно. Опять же, шампанское нам налили. Теперь едем поднимать настроение в самый шикарный ресторан. Три звезды Мишлен. Расстроился я. Расстроился. Обслуживание в Роликсе просто ужасное. Запрещали мне снимать. Часы ужасные. Вот так вот. Итак, наконец-то попали мы в ресторан. Один из лучших ресторанов Парижа. Самый дорогой. Три звезды Мишлен. Находится в здании 18 века. Встретил нас сам шеф-повар. По порциям вы все знаете. Я не знаю, что это. Но уже вижу. Ну, объяснили на французском, но я вижу черную икру. Черную икру. Что-то в этом не помню, как это называется. Заказали 5 брюк попробовать, потому что вообще у них обычно 10. Ну, маленькими порциями, но 10 курсов. Но 10 мы не успеем, потому что после этого мы едем в Каваре. В Малин Рож. Самый лучший в мире. Вот такой вот богатый влог. Любимая, что нам принесли? Рыба. Баклажан на гриле внизу. Вот этого, честно, я не знаю. Короче, не знаю. Только что ели, вот что мы только что ели. Очень вкусно. Только что ели коронное блюдо шефа. Это были равиоли с утиной печенью. И сверху трюфель был. Нереально вкусная тема. Кстати, вот сижу я здесь, кушаю и понимаю, что здесь кушал Наполеон Бонапарт вот сидел здесь на этом месте. Ну, я так думаю. И вообще это заведение создали в 1784 году для верхушек общества. Вот так вот. Вот моя верхушка для верхушек. Это наш десерт, главный десерт. Вот это вот шоколадная коробочка шоколадца Мадагаскара. Но это не сам десерт, а десерт получается внутри коробки. И чтобы его достать, надо его расколоть здесь и сбоку. Будем? Или ты будешь сам? Давай, здесь. И там будет шарик шоколадный с малиной. Давай, бей. Сверху. Нет, ударить сверху. Ударить. Видишь? Упал. Малиновый мусс, видите? И разрезать, чтобы выпал шарик. Давай, Реш. Где шарик? Видите? Вот. Класс. Вон шоколадный шарик. Это самый необычный шарик. Такой, если честно, да? Ну, подача самая необычная, что мы будем делать. А, вот шоколадный шарик. Нашел. Нашел? Там малина тоже. Можно я с мальчиком? А внутри с мороженым. Да? Ну, такое просто необычно. Итак, мы что сделали? Закончили, да? Поели мы. Итак, мы поели на 840 евро. Оставляю я 900 евро. 60 евро чай. Итак, завершаем этот день. Походом в самое лучшее кабарет в мире. Молен Руш. Надеюсь, мне получится вам что-то там снять. Молен Руш. 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 Я переставил его вот сюда И там, видите, видно сад Сижу здесь, снимаю видео Ходят люди, смотрят на меня Но я блогер, мне нужно к этому привыкать В Париже реально очень высокий спрос И из-за того, что он высокий Сервис вообще не улучшает Отелям всем похрен Потому что и так люди будут брать номера Все забито, люди берут А сервис просто ужасный Я думал в Европе будет классно Но нет, самым лучшим отелем для меня остается По-прежнему Харьков Палас Мне, кстати, ребята говорят, что Пора мне уже деньги брать за рекламу отелей Или могут меня бесплатно поселить Такая практика уже есть Если я видеоблогер, путешествую Делаю, мол, рекламу отеля Меня бесплатно селят Но я такую штуку еще не практиковал Так, минутка юмора и минутка мотивации Так, какая у нас погода во Франции Вот, видите, циклон Циклон перемещается Так, смотрим Вот котлетки Короче, попал я с долларами Выводил доллары с еврового банкомата Там можно выбирать валюту И мне вместо тысячи долларов Списало тысячу евро Представляете? То есть выдали мне А не тысячу долларов А списание было в евро То есть за тысячу долларов Я заплатил тысячу двести долларов Получается, вообще бред Это самая большая комиссия в моей жизни Двадцать процентов А вот евро снимать Все нормально Блин, тут такие новенькие купюры шикарные Так, идем дальше Вот почему это ужасный отель Ну как, не ужасный Знаете, я Всегда приспосабливаюсь Смотрим, что у нас здесь Опять же, новая фишка с отеля Я так подозреваю, что это номер для инвалидов Смотрите Пушка, да? Сидишь себе на стульчике И принимаешь душ Так что все нормально А вот здесь у нас Как вы думаете, что это? Я же по специальности инженер Инженер-механик Закончил строительный Смотрите, что я соорудил Унитаз слишком высоко Ну и сделал подставочку С урны для мусора Подложил полотенечко Чтобы она не скользила И очень удобно ставить ноги Вот такая вот ситуация Погодка шикарная Иду завтракать И все-таки я хочу исполнить свою мечту Погнали! Вы меня спрашиваете, как я вывожу деньги Через e-payments Все очень просто Минус в том, что этот банкомат выдает по 300 евро Вводим пин-код Купюры по 50 И мне приходится 10 раз снимать Любимая также снимает Люди уже злятся на нас А вот мои И мне еще осталось 6 попыток Максимальную сумму, которую за день вы можете снять Это 3000 евро Итак, ребята Все-таки я на это решился Я не знаю, кстати, как я на это решился Я купил себе золотые роликсы Я о них мечтал Сейчас меня просто переполняют эмоции Стоят они 31 тысячу евро Но нам сделали скидку И я заплатил Я заплатил 31 тысячу евро Но вернут 6 тысяч евро Вот, чтобы вы не думали Один платеж на 11 тысяч евро Еще один платеж на 19 тысяч евро Полностью золотые роликсы С датой Вот такая вот коробочка здесь Все четко по красоте Гарантия 5 лет Оформляет бумаги Как раз Вот Сколько они стоят 31900 Порядковый номер Все четко Вот я, кстати, оставил здесь автограф И попросили меня оставить автограф Еще и попросили канал дать Да, попросили еще дать канал Здесь мне укоротили браслет Вот, любимая Оставляет мой канал Посмотрит, кто-то Да, может мне еще вернуть деньги за рекламу Также мне оформляет карточку Вот такая вот карточка на гарантию Вот дата 23-й сегодня, да? 5 лет гарантии 5 лет гарантии, да И золото Переплавлю, да? Короче, ребята Это реально того стоит Добивайтесь своих целей Чтобы осуществлять мечты Вот на такой шикарной ноте Буду заканчивать влог Я уже в аэропорту Ребята, получилось для вас снять Самый-самый дорогой влог Пока что самый дорогой влог Потратил я за 3 дня в Париже Где-то до 3 миллионов рублей Сам от себя, конечно же, такого не ожидал Так что мотивируемся Помним, что мечты исполняются Никогда никого не слушайте Если вам кто-то говорит, будто вы чего-то не можете Всегда идите до конца И у вас обязательно все получится Огромное спасибо вам за просмотр За поддержку Подпишитесь на канал Обязательно поставьте этому видео лайк Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok